Доброго времени суток, уважаемые зрители, гости и подписчики моего канала. Пришло время показать вам КАМАЗ уже в собранном, подготовленном к покраске виде. Ну и сразу хочу поделиться впечатлениями от данной модели фирмы ICM. Что, друзья, скажу. Модель отличная. Если даже и не смотреть на облойчик вот этот вот незначительный, то модель мне очень понравилась в сборке. Пластик очень понравился. И сразу хочу сказать, я бы таких моделей еще собрал бы и не одну бы штуку. Потому что реально, реально приятно очень собирается. Стыковка идет отлично. Вот как видите, он сейчас собран весь на сухую. Также, как я говорил ранее, что у меня была рама поведена, я ее выровнял. И плюс из-за хорошего кузова, то есть само кузово очень хорошо и крепко собирается. У меня немножко и был как бы перекос, но теперь, как видите, модель стоит, машина на четырех точках. Ой, на четырех, на шести точках. То есть с проблемой перекоса рамы я справился на пять баллов. Теперь все, все отлично. Так что, друзья, советую, советую собрать данную модель. Вот как видите, можете сейчас посмотреть стыковку. Вот крыша, кабину снимаю. Вот так вот. Все. На направляющих. В шпинки вставляется. Вот так же, что я говорил про кузов. Вот настолько крепкая конструкция, хорошая. Довольно добротно сделано. Сам кузов. Такой вот. Ну и что хочу сказать. Перепутанные номера в бортах. Ну это, то есть, каждый становится только на свое место. Вы не перепутаете. Поэтому я уже не буду говорить номера данных. Вот такая рама. Как видите, модель вообще красиво смотрится. Сразу вот я собрал ее. Вот так вот, как бы, тестовая такая вот сборочка перед покраской. Сейчас детали все обезжирю. И скоро начну красить. Не крашу, друзья, модели только потому, что сейчас такая аномальная жара. Я просто боюсь, что краска пойдет шагренью от такой жары. Потому что реально невыносимо просто. Наверное, сейчас у всех такая жара. Поэтому вы меня поймете, что просто не хочу испортить модель. И подожду немножко, когда похолодает. Тогда начну красить. Потому что одна модель стоит уже в процессе покраски. И все боязно ее что-то делать. Вот это сейчас КамАЗа надо будет красить. Тоже подожду. Так что советую, ребята, советую собрать. Не пожалеете. Например, сейчас покажу вот такая торпеда. Так же в наборе даны декали. Здесь даже вот ручки. Руль. Двигатель. Понравилась вообще модель. И сейчас также хочу показать, как я обычно прячу модели и упаковываю, чтобы избежать попадания на них пылинок и пыли. Особенно во время покраски. Через секунду встретимся. Ну вот, друзья, процесс такой. Беру какую-нибудь подходящую коробку. Обычно я использую коробки от обуви. Хорошо выдуваю ее внутри аэрографом. Укладываю целлофановые пакеты. И потом на целлофановый пакет убираю все запчасти автомобиля. Когда особенно обезжиренные или уже в процессе покрасил. И потом закрываю опять пакетами. Желательно даже несколько штук. Закрываю коробочку. И убираю ее подальше. Вот, друзья, как бы тоже такой нехитрый способ. Может кто-то как-то по-другому борется, друзья, с пылью. Пожалуйста, пишите в комментариях или снимите видео. Очень интересно. Потому что я думаю, для каждого моделиста эта тема очень такая серьезная. Потому что обычно бывает, сами знаете, во время покраски иногда ворсинки липнут. И потом их, если ничего не заметишь, лаком покроешь, сразу видно. Потом аккуратно приходится какими-то иголочками убирать или еще какими-то другими способами. Поэтому очень будет интересно вас послушать, посмотреть, прочитать, если напишите, как вы боретесь с пылью. Ну, на этом данную часть заканчиваю. Так что знайте, что модель уже готова к покраске. И не пропускайте следующего видео, кому это интересно. Ну и как всегда, пожелаю вам всех благ. Всех благ вам, вашим близким. Здоровья, счастья, удачи. И спасибо за просмотры, друзья, и за лайки. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok